Здравствуйте! В эфире новости «Премиусия» в студии Ксения Кизеева. Сегодня в нашей программе. 20 апреля состоялась 10-я конференция депутатов собрания депутатов Матвеева-Курганского района. И сельских поселений под девизом «Сохраняя прошлое, верим в будущее». В Матвеево-Курганском районном Доме культуры состоялся концерт Государственного Академического Ордена Дружбы Народов ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. 20 апреля состоялась 10-я конференция депутатов собрания депутатов Матвеева-Курганского района. Участие в мероприятии также приняли главы администрации сельских поселений, члены молодежного парламента СМИ. В ходе запланированной повестки дня участники конференции заслушали отчеты главы районной администрации Дины Алборовой, депутата районного собрания депутатов Галины Мась, обсудили итоги деятельности за 2022 год и планы на будущее. Доклад Дины Алборовой сопровождался видеороликом, в котором были отражены достижения района, определены первоочередные задачи развития. У нас красивая малая родина, которую мы любим. У нас есть подрастающее поколение, которое сегодня впервые присутствует на моем отчете, на нашей конференции. И я благодарна вам за все. Мой доклад закончен. Если есть у вас вопросы, я с огромной радостью на них отвечу. Парламентарии дали высокую оценку мероприятию и работе администрации района и депутатского корпуса. Озвучили перспективные задачи по решению первоочередных проблем. Поэтому спасибо. Конкретно взять еще благоустройство. Что я могу сказать? Я далек от этого, но я вижу, как у нас все процветает. Потому что я лично присутствовал с Дина Владимировна, когда мы поощряли, вручали ключи нашим детишкам. Дети школы интернета, я так понимаю, да? Дети сырок, да. Я вижу, что у нас строится, людям, детям делается, а это немаловажно. Когда сегодня у нас открываются места даже предпринимательской деятельности, молодежь не уезжает в города. Она остается на своих местах, они строятся, они работают. И район, скажем так, не пустеет, а только процветает. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Я благодарен всем, кто принимает участие в субботниках, потому что действительно вы своим трудом на этих субботниках делаете наш район краше и уютнее. Ну и в преддверии 9 мая я хотел бы пожелать всем здоровья, мирного неба над головой. Ну а нашим ребятам, которые задействованы в спецоперации, выполнить все поставленные задачи и вернуться домой живыми. Спасибо огромное. А на следующий представитель хотел бы дать оценку работы администрации Матвея-Куранского района. Конечно, на хорошо. Много еще проблем у нас в районе. Да, и не хватает очистных сооружений, эти несанкционированные свалки и дороги. Ну я думаю, что наши команды, мы все эти проблемы будем решать. Самые слова. Спасибо. Прошли по всему фронту и за нас, и за всех, за наш район. Все слышат, все знают, все понимают, что тут люди работают с полной отдачей. Отдачей для победы. Школы. Огромное спасибо школам, всем преподавателям, кто здесь присутствует. Я хотел бы, чтобы передали коллективам, своим детям, что они все видят, все понимают. Все читают письма, которые пишут ребята, дети. Да, пищей комбинат, ну, здесь не присутствуют. Тоже огромное спасибо. Ихния торты очень приходится в тем. Вот, и, ну, как вам сказать, я вам хочу сказать спасибо большое. Работа прошла на отлично. Спасибо. В завершение встречи глава поблагодарила присутствующих за совместный труд, направленный на благо жителей района. 20 апреля в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню органов местного самоуправления. С приветственным словом выступила глава администрации района Дина Алборова. Хочу заверить, управленческая команда района полностью контролирует текущую ситуацию. Мы с уверенностью смотрим в будущее и понимаем, что строить планы нужно не на один день или год. Наш горизонт планирования десятилетия, в течение которых жизнь на Меусской земле должна становиться лучше. Для этого у нас есть и ресурсы, и решимость. Дорогие друзья, желаю всем нам, всем неравнодушным жителям Матвеево-Курганского района, успехов в развитии намеченных планов. Пусть залогом нашего с вами успеха станет крепкое здоровье. Рядом всегда будут профессиональная команда, надежные и верные единомышленники. С праздником вас! Торжественной частью мероприятия состоялось награждение и чествование ветеранов и муниципальных служащих. За добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в общественной жизни района. За третье место Матвеево-Курганское сельское поселение. Глава администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Галина Викторовна Щедкова. Поселение вручается диплом и сертификат на денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. За второе место Матвеево-Курганское сельское поселение. Исполняющее обязанности главы администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Виктория Владимировна Трударева. Поселение вручается диплом и сертификат на денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. За первое место Анастасиевское сельское поселение. Глава администрации Анастасиевского сельского поселения Елена Александрова-Ангреева. Поселение вручается диплом и сертификат на денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. На протяжении концертной программы самодеятельные артисты и работники районного Дома культуры дарили свои творческие номера всем присутствующим. ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Матвеево-Курганском районном Доме культуры состоялся концерт Государственного Академического Ордена Дружбы Народов ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. С большой теплотой принимали артистов в поселке Матвеев-Курган. Зал Дома культуры был полон не только зрителями, но и восторженными эмоциями, которыми встречали каждый концертный номер ансамбля. Матвеев-Курганском районе Субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» «Симон» На сцене происходило великолепное действие – военные, строевые, лирические и шуточные песни, танцевальные номера, поражающие своей сложностью, с рубкой клинками, владением боевым оружием казаков, хореографические миниатюры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В Анастасиевском сельском сельском доме культуры прошел районный фестиваль танцев «Меусский каблучок». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По поручению главы администрации Матвеева Курганского района Дина Алборовой с приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы Дмитрий Кондрашов, а также глава администрации Матвеева Курганского района Дина Алборовой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 2023 год объявлен годом педагога и наставника, объявлен нашим президентом. И, конечно же, отдельных слов хочется сказать нашим педагогам, наставникам, выразить вам слова благодарности за ваш нелегкий, непростой труд, за ваше терпение, за то, что вы вкладываете самое ценное, что у вас есть, это ваша душа. Вы болеете за наших детей, вы переживаете, вы живете вместе с ними, радуетесь их достижениям и победам. И за это вам отдельное большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно же, дорогие ребята, сегодняшний районный фестиваль, уверен, станет настоящим праздником. Праздником улыбок, праздником танца, праздником музыки, море положительных эмоций. Всем замечательного, прекрасного настроения. С праздником, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хореографические коллективы из всех сельских поселений района представили на суд зрителей номера разных тематик и жанров, которые менялись на сцене, как в калейдоскопе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Праздник танца получился невероятно ярким и зрелищным. А неповторимые эмоции от фестиваля стали самой главной наградой для каждого участника крупнейшего танцевального мероприятия района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok До свидания!